Как в республике развивается высокое искусство? В последнее время в этом направлении ведутся планомерные действия. О том, что сделано и о предстоящей работе, в беседе рассказал министр культуры республики Зураб Агирбов. Несмотря на непростой период, этот год для республики был богат на культурные события. Впервые в Черкесске прошел мастер-класс и концерт звезд оперного пения. В Черкесске побывала с визитом звезда оперного пения Любовь Казарновская. Опять-таки впервые в республике состоялся концерт симпанического оркестра филиала Мариинского театра в Владикавказе. Это дало импульс для дальнейшего развития для музыкальных школ, а также колледжа искусств. Вы, как инициатор всех этих событий, планируете ли и дальше продолжить работу в этом направлении? Конечно, в нашей республике есть очень хорошая традиция классической музыки. Наши старшие товарищи, преподаватели, руководители коллективов, артисты вспоминают в советское время, когда у нас был большой оркестр и оркестр народных инструментов, оркестр классической музыки. Поэтому, конечно, для Карачаевича оркестр классической музыки это не новинка. Просто так случилось, что, наверное, приоритеты были другие, наверное, развивались более активно традиционные наши народные виды искусства. И чувствуя, что запрос есть, прежде всего, у самих людей искусства, которым, конечно, важно видеть музыку другого уровня, тянуться, развиваться в том направлении, в котором они выбрали развитие на всю жизнь. И их ученики, которые в школах искусства, в нашем колледже, имеют такую потребность. Конечно, это костяк целевой аудитории, для которой мы развиваем классическую музыку. Но прежде всего мы акцент на развитие классической академической музыки, вокала поставили, потому что это базис, если которого не будет у нас в республике, то и народные творчества, и смежные виды искусства, они не будут прочно стоять, они не будут развиваться, потому что все строится на классике, все опирается на классическую базу. И прямо в эти дни в стенах филармонии происходит очень важная работа по перестройке репертуара и состав, артистического состава, который исполняет на сегодняшний день в основном нашу национальную музыку, эстрадную музыку. И мы за это время, анализируя, что такое филармония, поняли, что самого главного филармонического, академического искусства в филармонии не хватает. Поэтому мы с Рамазаном Хамедовичем Вароковым, нынешним директором филармонии, с коллективом вчера собрались, поговорили. Я откровенно, предельно сказал, что я в качестве приоритета бы видел именно классическое направление для филармонии, потому что по-другому не должно, не может быть. Мне приятно, что артисты, которые там выступают, несмотря на то, что они сами за народное, за национальное творчество, они поют в основном национальные песни или эстрадные, они полностью были согласны с тем, что надо что-то поменять. И сейчас те, кто пел эстрадные песни, они разрабатывают новый проект, чтобы рядом с филармонией, освободив там ставки, создавать что-то новое, прям такой креативный центр. А вот на освободившиеся ставки мы будем приглашать, в том числе из пределов нашей республики, молодых артистов, которые и продолжат работу по формированию камерного оркестра. Потому что наша первоочередная цель в развитии классической музыки — это создание у нас камерного оркестра. Если у нас не будет камерного оркестра, это примерно 15 музыкантов, то говорить о серьезном аккомпанементе нашим вокалистам, говорить о том, что можно играть классическую серьезную музыку, конечно, невозможно. Те коллективы, которые у нас есть сейчас, это и ансамбль «Джан Клэйч», это и группа «Вдохновение», они, конечно, вносят свой вклад в развитие классической культуры, но очевидно, что коллективов из трех-четырех человек недостаточно, чтобы создавать большой и мощный продукт. Поэтому мы сейчас думаем над объединением этого ресурса, думаем, как нам в новом оркестре, а мы предполагаем, что это будет на первом этапе экспериментальный оркестр, где мы будем смотреть, а как нам сочетать то, что уже есть, с новыми ребятами, которые отучились в консерваториях, в высших учебных соведениях Маслы, Санкт-Петербурга, имеют даже опыт работы в других оркестрах, как их можно сочетать вместе с нашими мастерами, которые по 40-50 лет занимаются классической музыкой, но, к сожалению, не имеют возможности это вывести на достойный уровень здесь, в республике, не имели такой возможности раньше. Вот сейчас такая задача перед нами стоит – создать камерный оркестр. Шаги понятны, я думаю, что за лето, несмотря на возможное ухудшение пандемии ситуации, несмотря на сезон отпусков, этот оркестр проведет репетиционный период, и очень надеемся, что к осеннему культурному сезону, который в сентябре стартует, в любом случае, мы сможем показать уже продукт, который будет выводить нашу филармонию на достойный уровень. Конечно же, продолжается наш совместный проект вместе с Любовью Юрьевной Казарновской, которая в прошлом месяце, посещая Корчаево-Черкесию во время встречи с главой региона, взяла на себя высокую ответственность патронировать наше академическое искусство. И действительно, это не пустые слова, мы продвинулись по следующим направлениям. 12 июля у нас начнется прослушивание, в ходе которого Любовь Юрьевна и ее команда прослушают всех ребят из Корчаева-Черкесии, чтобы определить, кто из них готов выходить уже на высший уровень, кому нужно еще позаниматься. Такое же прослушивание пройдут музыканты из наших соседних регионов Северного Кавказа, потому что примерно с 16-го числа начнет свою работу двухнедельная школа академического вокала Любовь Юрьевна Казарновской, которая будет работать в Архызе. Мы присмотрели площадку, это будет в нашей курортной зоне, с прекрасными локациями, прекрасными видами. И Любовь Юрьевна, выбирая площадку, уже наметила несколько шагов развития этого проекта. Ее школа будет сосчитать в себе образовательные мероприятия и концерты, чтобы наши молодые вокалисты и ее ученики из других регионов России могли от теории сразу переходить к практике, вот так вот нарастающей от малого концерта к большому прийти за две недели. И тут важно отметить, что благодаря поддержке Любови Юрьевны, но и в то же время благодаря нашему вкладу в этот проект, мы договорились о том, что работа с нашими вокалистами будет идти на бесплатную основу, они не будут платить за учебу такого мэтра, в то время как ученики из разных регионов приезжают, здесь оплачивают целый пакет услуг, прошивание, питание, уроки. И действительно, это очень важный шаг в развитии событийного культурного туризма в Карачаево-Черкесии. Потому что есть такая задача, чтобы к нам приезжали не только в город посмотреть, не только вкусно поесть, а еще и за культурой. И приятно видеть, что логику эту поддерживают и такие мэтры, как Любовь Казарновская. В Карачаево-Черкесии реализуется множество культурных проектов, так необходимых, у которых очень остро нуждается наш регион. Вы много лет прожили в Москве, работали за рубежом. Но как для жителей нашей республики, было ли что-то для вас особенное, что-то очень дорогое, что вы бы хотели реализовать здесь, в Карачаево-Черкесии? Конечно, Карачаево-Черкесия всегда была внутри меня, в голове, в сердце. И сколько раз я чувствовал дежавю, воспоминания о том, что где бы я ни находился, или в Америке, или где-то в Гааге. Внезапно летал образ, что я у нас на улице Ленина, иду по Липовой аллее, и вот этот запах Лип, он, конечно, преследовал. И это часть любого человека, который здесь родился и вырос, сформировался. И когда я думал про то, чего же нам не хватает, перекладывал те образы, которые у меня были, на некий опыт, который у меня появлялся в моей работе, я всегда думал, что мы совершенно не умеем, это вообще в нашей стране в целом свойственно, не умеем продвигать, рассказывать о том, что у нас есть хорошее. И я думаю, что вот одна из задач культуры Карачаево-Черкесии, и моя конкретная задача, это сейчас сформировать вот то, что у нас хорошее есть, в отдельный, понятный, абсолютно четкий продукт, информационное, культурное, осязаемое, интересное, и показать это за пределами республики. Потому что внутри мы сохраним культуру, справимся. Но если мы сможем вот эту задачу правильно сделать, у нас есть сокровище, даже то, что мы вот здесь сейчас в музее видим, это работа наших выпускников колледжа. Ты, ребята, четвертый курс закончили, посмотрите, какую они красоту делают. Но кто об этом узнает, если мы не будем это продвигать? И как раз именно вот эта задача, она как раз мне предельно понятна, я знаю, как это делать, я очень много мыслей ношу. Конечно, мы сейчас там команду включаем в работу, где-то молодежь, подтягиваем к этой деятельности. Но вот я бы очень хотел, чтобы у Карачаево-Черкесии о нашем искусстве, о нашем регионе, о традициях, о красоте края, о людях, которые здесь живут, знали за пределами. И у нас все для этого есть здесь внутри. Но надо только использовать современные технологии, использовать интернет правильно, использовать творческие, нестандартные ходы тех же самых художников, музыкантов, артистов, чтобы это было ярко и интересно, так как это достойно нашей республики. И приятно видеть, что ребята просыпаются, начинают двигаться, начинают творить. И здесь очень помогает и студия наша новая, которую мы открыли. И она работать все больше и больше начинает. И ребята из киношколы, которые начинают предлагать свои проекты. И выпускники колледжей, которые говорят, что мы хотели бы сделать выставки особенные. Помимо основной работы, обязательно все эти программы по сохранению, по развитию культуры всех направлений. А у нас их очень много. Я поставил себе целью это все паковать в такие понятные формы, которые можно будет транслировать за пределы республики, за пределы страны. Это, конечно же, будет привлекать туристов. А туристы это деньги. Это, конечно же, будет менять стереотипы, а значит и инвестиции, а значит и человеческие отношения, и в целом, значит, дружба внутри страны, значит, мы сможем еще более крепко, едино сделать нашу большую страну, если вот через культуру будем действовать. Поэтому это все предельно понятные задачи, которые опираются на мой предыдущий опыт, который, ну, действительно, во многом уникален для республики. Но я рад, что вот в эти 15 лет, которые я здесь не жил, я действительно чему-то научился, что сейчас могу применить на пользу нашей республике. Спасибо. Спасибо вам за интервью.